Тактика советских снайперов Как отстреливали гитлеровцев во время Великой Отечественной Во время Великой Отечественной войны в немецких окопах нередко можно было встретить объявление «Осторожно, работают русские снайперы». Действительно, в годы войны советские снайперы стали настоящим бедствием для солдат и офицеров врага. Перед Второй мировой войной Советский Союз был единственной страной в мире, где проводилось массовое обучение гражданского населения навыкам меткой стрельбы. Первые курсы по подготовке снайперов в СССР были организованы в 1929 году. К началу Великой Отечественной Советы обладали наибольшим количеством кадровых снайперов высшей квалификации. Многие из них прошли проверку боем на полях финской войны. В своей работе они использовали снайперскую винтовку образца 1891-1930 года, самозарядную винтовку Токарева, СВТ-40, и автоматическую винтовку Симонова, АВ и С-36, а также глушитель типа бромид. Снайперы оказались чрезвычайно востребованы в условиях плотного городского боя, где каждая руина, любое здание превращались в огневые точки и опорные пункты. В первую очередь снайперы охотились на офицеров, чтобы дезорганизовывать управление войсками противника. Каждый взвод должен был располагать двумя-тремя такими стрелками. Особо известным, хотя и не самым результативным, считается Василий Зайцев. Всего за несколько месяцев Сталинградской битвы он лично уничтожил 242 солдата и офицера противника и обучил десятки красноармейцев попадать в цель с первого выстрела. А разработанные Василием Зайцевым методики российские снайперы используют и сегодня. Смотрите дальше, дальше будет интересней, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и обязательно включите уведомления. Как правило, советские снайперы сами выбирали себе цели, действуя как автономные боевые единицы. Тем не менее их работа была строго регламентирована. Ходили они на задания обычно парами. Эта практика имела место как в советской армии, так и в вермахте. Наши снайперы знали, что гитлеровцы располагали своих стрелков на расстоянии 50-100 метров друг от друга. Таким образом, обнаружив первого немецкого снайпера, наши военные могли уже вычислить и второго. В каждой стрелковой роте советских войск существовала своя снайперская группа численностью до 8 бойцов. При их подготовке большое внимание уделялось тренировке боевой выносливости, зрительного и слухового восприятия, ловкости и смелости. Особенно хорошо зарекомендовали себя наши стрелки во время отражения контратак противника на наиболее напряженных участках фронта. Число советских снайперов во время войны оказалось столь велико, что в середине 1942 года это позволило устроить гитлеровцам настоящий снайперский террор. К концу Великой Отечественной на счету каждого нашего снайпера было от нескольких десятков до трех сотен убитых фашистов. Перечень основных задач, которые ставило советское командование перед снайперами, предусматривал в первую очередь ликвидацию немецких офицеров высших чинов, связных и снайперов. Кроме того, стрелок должен был выступать в роли наблюдателя, передавая руководству данные о количестве вражеских орудий из танковых пулеметов. Он в том числе обязан был оперативно уничтожать наводчиков орудий прямой наводки и корректировщиков артиллерийского огня, обстреливать амбразуры дотов, дзотов и бронеколпаков. Во время оборонительного боя он ввел учет пулеметов, орудий и противотанковых ружей противника. Как ни странно, в задачу снайпера также входила борьба с танками, бронемашинами и низколетящими самолетами. В этом случае огонь открывался по смотровым щелям танков и бронемашин и по кабинам пилотов. И надо отдать должное нашим стрелкам, с поставленными задачами они справлялись блестяще. Абсолютным же рекордсменом среди советских снайперов Великой Отечественной стал старшина 39-го стрелкового полка Михаил Сурков, убивший более 700 фашистов.